Наш пресс-центр продолжает вас знакомить с новыми интересными проектами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Кострив Валерий, я операционный директор проекта Пицца Бот. Мы меняем рынок вендинга, мы приглашаем всех с нами. Мы делаем робота, который готовит пиццу, который готовит пиццу для нынешнего именно потребителя, такого эгоистичного в нашем атомизированном обществе, который готов купить пиццу и съесть ее сам. Но когда он покупает большую пиццу, это все-таки, это много, это много гофрогартона, много пиццы. И мы делаем пиццу небольших размеров, 20 на 8, прямоугольную, в удобной упаковке, схватил и поел, побежал по своим делам. Либо схватил и ешь и бежишь по своим делам, очень удобная, очень вкусная. Мы собираемся изменить рынок, мы собираемся захватить 15% этого рынка. И я только могу пригласить вас поесть нашу пиццу. С этого нужно было начинать. Спасибо большое. Расскажите, пицца готовится в аппарате, пицца разогревается в аппарате, а заранее выкладывается туда? Пицца готовится в аппарате. Она работает только на предвыпеченном тесте, а из всех ингредиентов, все ингредиенты свежие. Соответственно, можно собрать любимую пиццу, какую хочешь. Четыре типа теста, четыре типа соуса, два типа масла и более 12 ингредиентов. Соответственно, для фантазии открытые границы полнейшие. Все мы знаем, что самая вкусная пицца, это пицца, которая приготовлена только что, потому что даже разогретая пицца уже не имеет такого потрясающего вкуса. А у вас получается выигрыш во времени и при этом всегда свежий, только что приготовленный продукт. Да, именно так. И суть еще в том, что у пиццы появляется тот вкус пиццы, который мы все знаем, за счет того, что тесто выдерживается более 24 часов. То есть вот основной вкус еще и от хлеба появляется, помимо всех ингредиентов и правильного соуса. И у нас все это есть, вы правы. Вы рассказали уже так много. Остался только вопрос, где вас найти, чтобы срочно попробовать вашу пиццу. И пожелать вам удачи. И надеюсь, в следующем году вы расскажете уже о огромном количестве точек в Москве и не в Москве. И то, что у вас уже где-то около 25% всего рынка. У нас еще только MVP. В этом году мы ставим у себя в Перми первый киоск. В следующем году мы заходим на Москву. Я думаю, это будет такая уже более серьезная экспансия. Не так, один киоск, один, пять, десять и вперед. Чтобы покрыть потребности 15% рынка Москвы пиццы, нам потребуется тысяча киосков. Есть возможность стать вашим инвестором и уже сесть в этот локомотив, который уже несется на всех порах к успеху? Да, есть такая возможность. Мы презентовали это. Мы оценили компанию в 3 миллиона. И сейчас у нас как раз-таки возможность зайти за 150 тысяч за 5% для того, чтобы как раз начать масштабирование в Москве. Это подготовиться, площадки подготовить, локализовать меню и доработать киоск до серийного производства. То есть всем welcome. Спасибо большое. Пожелаем вам удачи. Спасибо.